здравствуйте уважаемые зрители первого медицинского канала герой сегодняшней программы смена парадигм один из столпов отечественной терапии и кардиологии академик мартынов здравствуйте анатолий иванович за десятилетия своей исследовательской и клинической практике вы могли быть очевидцем ни одной смены парадигм я попрошу вас сейчас взять мысленным взором охватить горизонт событий в 30 лет и казать измени были ли изменения были ли сдвиги в системах устоявшихся системах взглядов на и а также в клинических подходах вашей специальности в лечении внутренних болезней можно ли сказать что произошла смена парадигм за возьмем вот отрезок 30 лет мне кажется что 30 лет последние были периодом наиболее бурного развития научных направлений именно биомедицинских направлений а почему я подчеркиваю научность потому что они могли предопределить изменения уже практики не так представляется вот происходило такое на ваших глазах безусловно вы абсолютно правы 30 лет исторически казалось бы срок не очень большой но изменения произошли значительно и мы частично наверное сегодня коснемся но начать я хочу все-таки с психологической работы с пациентом мы раньше ее недооценивали и у пациента нашей страны сложилось впечатление что за отвечает врач что-то неладное в здоровье за все отвечает врач где-то просмотрели что-то недоучили что-то не так назначили и так далее но на самом деле это не совсем правильно и сейчас действительно парадигма имеет место быть про за происходит принципиальные изменения взаимоотношения врача и пациента главное влияние врача влияние средств массы информации на психологии наших пациентов с акцентом первую очередь на молодежь я имею ввиду тезис что за состояние здоровья в первую очередь я хочу подчеркнуть в первую очередь отвечает сам пациент потому что если он не соблюдает принципов здорового образа жизни если нужно мы их можем расшифровать хотя это вещи известные то и диагноз будет поставлен поздно патология разовьется рано более того она будет мультиморбидной то есть множественной и уже работать с таким пациентом конечно врач будет как говорится до последнего дыхания но эффективность такой работы будет намного меньше чем если пациент сам понял эту позицию и сам понял что он несет главную ответственность за свое здоровье и только потом потом вступает борьбу за его здоровье врач вот это вещь казалось бы простая но она чрезвычайно важная и вот последние годы и за тот срок который мы обсуждаем вот это изменение подхода наших пациентов к своему здоровью она меняется в лучшую сторону правда медленно но меняется а мы сейчас поняли наконец-то ну на уровне диспансеризации что главным специалистом и пусть на меня не обижаются так называемые наши глубоко уважаемые узкие специалисты но главным специалистом является терапевт не потому что я терапевт и не потому что я имею отношение к обществу терапевтов россии а главное потому что терапевт это тот человек с которым пациент встречается первым и как терапевт проведет разговор как он соберет жалобы как он соберет анамнез как он определит объем исследований как он посмотрит пациента зависит очень много конечно тут есть объективные трудности терапевту отведено для контроля с пациентом 15 минут но я вам должен сказать что сейчас проводится большая работа чтобы терапевту помочь в эти 15 минут уложиться и максимально не забыть то о чем нужно спросить сейчас разработаны алгоритмы они достаточно короткие и владея этим алгоритмом а он может лежать на столе он может быть компьютере врач уже ничего не забудет что нужно на что нужно будет обратить внимание потому что у полных больных одни болезни у женщин другие болезни у мужчин третьей болезни у стариков четвертой болезни и в зависимости от той группы пациентов с которым имеет врач контакт он может четко сориентироваться по какому пути идти что в первую очередь искать если мы говорим об основной массе пациентов участкового врача это пациенты конечно пожилые старые они их не надо заставлять идти к врачу они сами приходят и это правильно но у врача должна быть настроенность но например мы знаем что частота онкологических заболеваний при всем уважении к нашим лозунгам что мы должны теперь к тридцатому году перешагнуть в 80-летний рубеж по средней продолженности мы должны понимать чем дольше человек живет тем больше у него опасности ну один из примеров хотя таких заболеваний может быть много тем больше не опасность онкологической патологии с одной стороны у людей имеется ну почти животный страх слова рак но это потому что наше население не готово понять простую истину нужно не надо бояться рака нужно бояться поздних сроков его выявления и тем более метастазов вот там помочь пациенту при всем уважении к онкологам к современнейшим методам лечения но помочь пациенту достаточно сложно хотя у нас есть примеры когда на лица уже с 3 4 стадии рака с метастазами они все-таки имели достаточно продолжительность жизни и качество жизни удавалось поддерживать но я хочу подчеркнуть другое в соответствии с теми алгоритмами которые мы должны иметь ввиду когда назначаем обследование каждому пациенту там предусмотрены определенные исследования для исключения рака и вот если рак диагностируется никакой паники не должно быть раком имеет право скажем так заболеть любой человек и предвидеть это нельзя правда я скажу о некоторых достижениях когда можно можно все-таки предвидеть но не страшно заболеть раком а если он будет выявлен на 1 2 стадии и человек пройдет современное лечение организационной структуры онкологии сейчас такова что находясь в любой точке страны всегда можно найти квалифицированную хирургическую онкологическую помощь вовремя проведенная операция при 1 2 стадии иногда по показаниям при назначении химиотерапии радиотерапии дает излечение практически в 80 процентов случаев люди становятся практически здоровыми во первых врач имеет право получить консультацию в разной форме он может посмотреть в компьютере какие-то вопросы которые вы интересует а он может по видеосвязи провести консультации консилиум и это уже консилиум совершенно верно и это уже не фантазия ведущие учреждения ведущие специалисты имеют график таких консультаций и врач это может реализовать и врач с помощью этой методики я в частности если мы будем говорить еще об об новинках с помощью этой методики может составить прогноз пациента не только уточнить диагноз а прогноз я вам приведу пример в томске у нас работает профессор ясницкий это очень интересный человек человек который реально в медицине внедряет искусственный интеллект я подчеркиваю медицине не в космосе не в обороне не в технологиях а в медицине это очень интересный человек его даже поначалу не очень понимали а вот сейчас когда зазвучал термин искусственный интеллект на правительственном уровне на него же обратили внимание и он действительно делает многое пример пациент пришел к врачу и он предъявляет жалобы у него у ясницкого разработана очень интересная кардиологическая программа и врач эти жалобы набивает в компьютер компьютер задает дополнительные вопросы он может задать вопросы по анализам более кардиограмме по ультразвуковому исследованию если врач имеет возможность он отвечает на эти вопросы если такой возможности у него нет нет данных тот себе записывает это в план до обследования компьютер ставит диагноз определяет функциональный класс состояние человека с хронической сердечной недостаточностью человека с коронарной патологии и так далее таких систем у нас мало но они уже но они уже начинают работать я вам должен сказать мне вы наверно хорошо знаете профессора малявина так вот он друг нашего канала я знаю так же как его вот андрей геордж он был инициатором создания системы электронной помощи врачу в подборе лекарственной терапии больных с хронической обструктивной болезнью легких я вам тоже сказать что эта система очень результативная но есть один момент этими системами врач должен владеть я назову одну цифру официальные на представители здоровья со мной не согласятся но я владею результатом реального опроса врачей был задан вопрос используете ли вы реально онлайн то есть во время работы с больным компьютер онлайн я должен сказать что 40 процентов ответил что нет это значит неправильно организовано что-то и так далее а что может быть организовано неправильно у врача 15 минут средний а он должен сделать безумное количество различного рода действий и вот сейчас наиболее продвинутые главные врачи они создали кабинеты до врачебного осмотра для чего для того чтобы например правильно было измерено артериальное давление есть 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 специальные требования всемирной организации здоровья ления для измерения артериального давления как вы думаете какой процент врачей правильно измеряет артериальное давление вот это вот только только вы можете знать я боюсь я боюсь посеять недоверие у наших слушателей но я вам назову эту цифру примерно где-то от 15 до 30 процентов в чем ошибка ошибка в дефиците времени врачи знают как измерять но из первые измерения но потом давление оно же такое но может очень быстро меняться от обстановки должен пять минут отдохнуть в спокойной обстановке посидеть когда ему ни вопросов не задается ничего и первое измерение не нужно учитывать нужно учитывать уже сравнивая первое второе если второе существенно отличается третье измерение и а нет времени врачи это знают нет времени и чаще всего первое измерение дает завышенные показатели а врач на них ориентируется он их фиксирует в документе он назначает терапию второй момент это нужно каждому пациенту обязательно измерить окружность живота его взвесить определить липиды сейчас это можно сделать в кабинете просто до врачебного сморта осмотр мочевую кислоту глюкозу и вот грамотная медицинская сестра обучены этим методиком она рассчитает из массы тела посмотрит биохимию правильно измерить давление и с заполненным листом пациент идет к врачу это экономия примерно 5 минут а у врача 15 в среднем 5 минут и вот и вот и вот такие организационные моменты несмотря на то что действительно наука шагает вперед действительно мы добились очень много но с годами я стал все больше и больше ценить работу организаторов здравоохранения у многих врачей к ним отношения ну скажем скептической вот они там сидят врачами не смог врачами не смогли быть кабинетные да 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 они только придумывают нам требования отчеты а я вам должен сказать что без решения вот этих организационных вопросов больших достижений у нас быть не может они будут но они большими не вот интересно вы сказали что вай фай как бы уравнивает всех у меня вопрос такой в конце прошлого столетия в начале этого вы руководили учреждениями пациентам которых были доступны самые передовые методы и возможности обследования и лечения у других людей это не везде это было так в тех учреждениях где вы работали на руководящих должностях этим пациентам это было доступно сейчас оснащенность но возьмем вашу специальность терапии кардиологии она можно ее считать уже более однородной скажем безусловно да я вам должен сказать вот вы скромные вам за это благодарен и помянули те учреждения где я работал это был передовой фронт отечественного здравоохранения хотя люди не знающие его его критиковали называли иногда так что санаторий богодельные совершенно верно или врачи анкетные полы паркетные да 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 я вам должен сказать что благодаря евгению чазову эта система правительственной медицины она была превращена в эталон там опробировались все современные организационные подходы к улучшению качества работы врача как на уровне поликлиники так и на уровне стационар и вот там-то диспансеризации было но стопроцентной не было и не будет никогда наверное но там она была приближалась где-то к 80 процентов это то о чем сейчас наши сегодняшний дорогой только мечтает и вот система система внедрения в практику врача электронных средств информации в частности она ведь начиналась честно говоря оттуда и тот опыт я считаю вообще во многом он бесценен но я с радостью отмечаю поработав многие годы там видят тот уровень и я с радостью отмечаю что все-таки наши органы здравоохранения вот за последние 30 лет срок который мы с вами обозначили они добились очень много я хочу сказать что я ну уже подойдя к финалу своей врачебной деятельности я вам это время я с ним конечно вынужден буду уйти я уйду со светлым чувством как бы мы не критиковали что у нас есть но вот если мы сделаем обзор на 30 лет назад поверьте мне это небо и земля и это нужно понимать в это нужно верить и за это нужно уважать и руководство страны и руководство здравоохранения и центральных и региональных и конечно в первую очередь нужно уважать врачей которые все это поддержали и активно включили эту практику да ну так уж мы коснулись вашего опыта личного продолжим этот разговор и ваша практика еще не завершилась но было сделано очень важное вы разработали комплекс мероприятий по наблюдению пациентов вот я даже выписала чтобы не ошибиться после операции на сердце лечению и реабилитации больных после перенесенного инфаркта миокарда также пациентов со сложными нарушениями ритма и проводимости изменились ли эти мероприятия за последние годы в принципе были в принципе да я вам должен опять же сослаться на ту систему которую создал генерал чазов ведь вопросы кардиологических больных ведениях после инфаркта миокарда после инсульта после операции на сердце вопросы реабилитации они в основном авговиной встанов в основном были разработаны в системе правительственной медицины то есть система которую любили критиковать а это был своеобразный крупнейший научные медицинские еда Opposites-ец ребята он и реабилитационные центры совершенно креклевского потому что завершенно верно ведь первый Переволюционный центр был создан именно в системе правительственной медицины. И это было не просто желание создать особые условия, это было еще стремление. Ведь не зря потом Евгений Иванович, когда стал министром, он опыт правительственной медицины во многом использовал в частности сосудистый центр. Он был инициатором создания в разных регионах страны сосудистых центров. Потому что он понимал, что за этими центрами большое будущее. И они сейчас превосходно работают. Это его огромный вклад. Я уже не касаюсь других моментов. И, конечно, меня нельзя называть создателем, инициатором и так далее. Я был просто без сложной скромности. Я был действительно винтиком в этой огромной системе. И я просто делал свой маленький вклад в разработку этих реабилитационных мероприятий. После операции на сердце, после инфаркта миокарда и так далее. Реабилитация этих больных, ведь я напомню один момент. Ведь раньше инфаркт миокарда это был почти приговор. Человек должен был лежать, не вставая, почти месяц дома. Потом все кардинально поменялось. Его стали поднимать рано. И его стали рано выписывать, если там нет тяжелых осложнений. И он основное наблюдение проходил в реабилитационном центре. Сейчас такие центры есть по всей стране. По всей стране. И это заслуга общая нашего здравоохранения. Организаторов здравоохранения, исследователей и так далее. И эта система работает. Потому что если раньше после инфаркта миокарда практически больше половины больных не возвращалась к труду. Их признавали инвалидами. Они были психологически травмированы. Потому что это без пяти минут смерти. Вот такое было представление об инфаркте. Я пойду, я могу в любую минуту умереть. Вот удалось переломить психологию пациентов, перенесших инфаркт. А переломить от психологии очень помогает реабилитация. Он понимает, он под наблюдением врачей. Он расширяет свои физические возможности. И он видит, что он это может сделать. Это чрезвычайно важно. И та современная терапия, которая, как правило, сопровождает потом таких больных, она давала стойкий результат. И сейчас после инфаркта, если человек в работоспособном возрасте, 80% больных возвращается к труду. И активно работают. У меня есть вопрос, который я задаю всем гостям этой программы, всем героям. Про междисциплинарное взаимодействие. Это такое знамение, примета времени. Очень мы сейчас обсуждаем это. И это действительно такое явление. Может быть, раньше оно не так было заметно. Я хочу здесь уйти в частность, поскольку в случае вашей специальности есть такое понятие, как метаболический синдром, на котором очень четко можно показать это междисциплинарное взаимодействие. Как мне представляется, для лечения человека с таким синдромом привлекаются и терапевты, и кардиологи, и эндокринологи, и диетологи. Может быть, это не самая врачебная специальность. Когда появилось это понятие? Оно настолько распространено, что можно здесь уйти в частность. Это важный момент вообще, этот синдром. Поскольку он затрагивает много систем. Да. Мне немножко неловко, но я опять возвращаюсь к опыту своей прежней деятельности. Вот там были организационные возможности, надо честно сказать. Это не во всех учреждениях возможно было. Там были организационные возможности собирать консилиумы, в которых участвовали разные специалисты. И мне повезло на определенном этапе своей профессиональной деятельности, я был участником этих консилиумов, и я их называл школой или академией. Потому что в них участвовали ведущие специалисты страны, специалисты, которые представляли разные отрасли медицины. И вот когда пациент обсуждался со всех сторон, неврологическое, эндокринологическое, сердечно-сосудистые и так далее, он представлялся врачу, лечащему, совершенно с иной их позицией. Потом это стали называть мультиморбидностью. Мы понимали, что сочетание заболеваний, мы понимали, оно существовало всегда. Но вот из-за рубежа иногда приходят очень четкие определения. И вот из-за рубежа пришло понятие мультиморбидности, полиморбидности и так далее. И сейчас этому уделяется огромное внимание. Даже вот если мы возьмем по целому ряду заболеваний, клинические рекомендации зарубежные, там существует такая фраза. Групповое или комиссионное ведение больного разными специалистами. И эти специалисты перечисляются. И вот возвращаясь к вашему очень правильному вопросу. Дело в том, что вот тот синдром, который вы обозначили, он состоит из многих слагаемых. Ну, в первую очередь, это, как правило, избыточная масса тела. Причем она имеет особенности. В определенном месте. Совершенно верно. Окружность живота. Вот простой метод. Врач, работая в поликлинике, терапевт, он не имеет возможности, если нет кабинета до врачебного осмотра, он не имеет возможности все сделать. Он не имеет возможности взвесить, померить рост, рассчитать индекс массы, то, что я уже говорил. И вот маленькая простая вещь. Я, когда работаю с молодыми врачами, встречаемся мы на консилиумах, я иногда для себя... У меня есть несколько контрольных вопросов, чтобы определить его квалификацию. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас есть сантиметр? И как вы думаете, он у многих есть? Не у многих. А это первый шаг к диагностике метаболического синдрома. Окружность живота. Мы знаем нормативы. Вот, я хотела попросить вас воспользоваться случаем. Норматив для мужчин, по-моему, до 90. Ну, там немножко в разных странах, немножко разный. А вот у нас? Немножко разный. У нас старый норматив для мужчин был 102. Старый. Сейчас его под влиянием зарубежных исследований, его уменьшили до 98. 98. А у женщин до 90. У женщин поменьше. Опять же, немножко цифры плавают. 85, по-моему, да? Ну, вот будем считать, что где-то пусть будет 88. Вот так. Но не больше. Больше это уже опасно. Это уже отклонение. Ведь дело в том, что тот жир, который у нас накапливается в разных частях тела, он имеет общие функции. И есть раздельные функции. И вот жир, который у нас накапливается в области живота и в забрюшинном пространстве, я это еще подчеркиваю. Мы иногда делаем компьютерные исследования, чтобы посмотреть, сколько жира в забрюшинном пространстве. И даже есть расчеты соотношения. Сколько жира, как говорится, в глубине и сколько жира под кожей. Это имеет принципиальное значение. Это прогноз. А уже на это, как правило, наслаивается сахарный диабет, артериальная гипертония, повышение содержания мочевой кислоты. Мы не всегда придаем ей большое значение. Это большое значение. Но это риск подагривить, да? Да. Даже если нет подагры. Увеличение содержания мочевой кислоты является одним из факторов развития патологии сердечно-сосудистой системы. И тут же появляются нарушения липидного обмена. И в этом отношении вы очень хороший пример взяли, потому что он такое комплексное представление дает, что такое сочетанная патология. И поэтому своевременная диагностика не только составляющих, а в комплексе метаболического синдрома, я должен сказать, что в раздельном варианте липиды есть, ну ладно, не очень тяжелые. Гипертония есть, но контролируемая. Мочевая кислота повышена, но немного. Сахарный диабет, но сухом компенсированный. Окружность живота не очень. Если взять порознь эти симптомы, то, как говорится, их можно корректировать, с этим можно жить многие годы. Но когда они собираются в конгломерат, то прогноз такого пациента крайне неблагоприятный. И нам очень важно, это знают врачи хорошо, нам это важно, чтобы это поняли наши пациенты. А один из основных методов лечения, один из основных, я не хочу принизить значимость других, это физическая активность. Каждый из нас должен проходить в день не менее 5-7 километров. Давайте в это вдумаемся. Это не так просто горожанину. Сельскому человеку это как раз подстать. Я улыбаюсь, потому что у меня есть рецепт. Заведите собаку. Это один из вариантов, совершенно верно. Один из вариантов. Вы вынуждены будете пойти. У меня 10 километров в день, у меня просто спокойно. Это идеально. А вот, например, люди пожилого и старческого... И в телефонах же есть, в смартфонах есть этот счетчик. Это раньше мы не знали, как посчитать. А сейчас открыл здесь программу здоровья. И ты все видишь. И ты видишь. Если человек не прошел 5-7 километров, он не должен ложиться спать. Вот я позволю себе такое резкое заявление. А человек пожилого и старческого возраста, даже больной, должен проходить в день не менее 3 километров. Пока он не прошел 3 километра, он не должен ложиться спать. Вопрос только, как ходить. Можно ходить полуспортивно, с палками, так называемая, скандинавская или финская ходьба. Это очень хорошо, потому что работают сразу мышцы верхнего плеча, пояса, живота, потому что мы напрягаем их. Но это уже детали. Важно, чтобы мы ходили. Вот у вас собака. Это прекрасно. Это прекрасно с двух позиций. Первое – это вынужденная, скажем так, физическая активность. А второе – это психологическая стабильность. Я вам должен сказать, что домашние животные и религия способствуют психологической стабильности. Я не призываю всех в христианство. Это дело каждого. Но врачи знают, что животные домашние, даже кошка, с ней не гуляют. Она все равно психологически выравнивает, уравновешивает пациента. Что касается религии, давно доказано, что люди православные, я не говорю о священнослужителях. Они иногда бывают с таким метаболическим синдромом. Но у них профессиональная деформация уже такая. Да, да. Вынужденные. Ну, насчет вынужденной, я не знаю. Дипломаты еще говорят тоже. Да, но это ни к чему, что там подрясы, даже порой трудно спрятать. Но это ни к чему. Но я вам должен сказать, психологически посещение служб и вообще даже молитва на ночь. Мы раньше избегали вообще об этом говорить. Это считалось мракобесие и так далее. С точки зрения психологии я вам должен сказать, что оказывает положительное действие. И вот об этом нужно, чтобы наши пациенты знали. Об этом мы не всегда имеем возможность с пациентом поговорить. Благодаря вашей передаче, может быть, кто-то задумается, кто-то уверует в те общие рекомендации, которые мы даем. Физическая активность, правильное питание, диспансеризация, доверие к врачу. Может быть, отсутствие контакта между пациентом и врачом. Может быть. Ну, не понравится врач. Ну, все в жизни бывает. Даже, может, внешность не понравилась, неряшливость. Ну, все в жизни бывает. У нас сейчас и это предусмотрено. У нас сейчас врач. И если раньше я был приписан к участковому врачу, все, дальше я не имел права пойти. А сейчас у нас свободный выбор врача. Пожалуйста. Найди того, кто тебе симпатичен. Не понравился врач. У вас появилось сомнение. Пожалуйста, пойдите к заместителю главного врача по лечебной работе. И попросите. Вежливо аргументируйте. Не надо обижать друг друга. И попросите, чтобы вас прикрепили к другому врачу. Еще одна частность, которая изменилась в последнее время. На одном из недавних, по-моему, европейских конгрессов терапевтических были приняты новые нормативы артериального давления. Раз уж мы заговорили о метаболическом синдроме, вот какие цифры сейчас? Мы про сантиметры в окружности сказали, а давление тоже меняется же. Меняется, да, меняется. Вот вы задаете очень интересные, грамотные, непростые вопросы. Просто я боюсь посеять, ну, как говорится, сомнения в умах наших слушателей. Я вам должен сказать, что американцы в медицине пользуются большим авторитетом. И этот авторитет, он основан не на политических амбициях. Он основан на огромных научных исследованиях, которые там проводятся. Америка в этом отношении занимает первое место. Огромные исследования, серьезные, углубленные, прекрасно разработанные. А материал обрабатывается на высшем математическом уровне и так далее. И мы им доверяем. Мы это называем доказательной медициной. Да, такие исследования есть в других странах, в Европе в частности. Но масштабность их несколько иная. И американцы стали инициаторами международных исследований. Когда они у себя организуют большое исследование, но к нему привлекают разные страны. И наша страна сейчас стала в отдельных моментах участвовать в этих исследованиях. Почему я заговорила об американцах? Американцы на основании этих исследований заняли позицию, которая звучит так, по давлению. Чем меньше, тем лучше. Но я вам должен сказать, что неврологи это не восприняли сразу. Потому что они видят больных с недостаточностью церебрального кровообращения после инсульта. И они давно пришли к выводу на основании своих заключений, что нельзя этот лозунг исповедовать. Чем меньше, тем лучше. Американцы обозначили норму 120 и меньше, систолическое артериальное давление. Предпоследние 13-го года европейские рекомендации, мне кажется, они приняли очень мудрое решение. Они сформулировали так, что у лиц второй половины жизни, пожилого и старческого возраста, целевое давление, может быть, 140-150. Это принципиальный был шаг вперед. И это неврологи поддержали. Но грянул 2018 год. В Мюнхене новые клинические рекомендации. И там опять скатились на более низкие показатели. В прошлом году это было. Да, в прошлом году. Осенью. Скатились почти к американским показателям. Но есть ряд нюансов. Там появилась одна фраза, которой раньше не было. При хорошей переносимости. Правда, я вам должен сказать, что… Но это субъективный показатель, да? Нет, есть и объективный. Да, ну, например, снижение скорости клубочковой фильтрации. Это объективный показатель. Ухудшение легкардиограммы. Это объективный показатель. И целый ряд других. Ну, не будем сейчас их касаться. Но есть и объективные. До этого этой фразы не было в рекомендациях. То есть врач получил представление о том, что, да, давление постепенно нужно снижать до нормы. Меньше 140. Но нужно учитывать, учитывать обязательно, как это пациент переносит. То есть опыт показал, если давление снизить быстро. Ну, у человека, например, у пожилых людей это часто бывает. Привычные 170-180. Мы это называем привычным. И они себя чувствуют более или менее прилично. То если ему быстро снизить до 140-130, то у него будут проявления сосудистой церебральной недостаточности. А если снижать медленно, и срок дан от месяца до трех, то он адаптируется. Это очень важно. Вот это все-таки новые подходы. Как преодолевается инерционность? А может быть и не нужно ее преодолевать, потому что меняются, колеблются представления, вот что действительно прогресс, а что флуктуация. Я сейчас поясню, опять же, на конкретном примере. Низкие дозы аспирина. До недавнего времени их применение считалось гарантией предотвращения сердечно-сосудистых катастроф. Сейчас появляются данные, что это не всегда так, такое представление может быть ошибочно. То есть не всем и не всегда. Вот что сейчас, вот что сегодня, и как вы думаете, как будет меняться отношение к аспирину? Да, но вот опять вы задали вопрос очень непростой, но очень современный. Ну, потому что его прописывают. Его прописывают тем, а потом приходишь на конгресс какой-нибудь, и там люди представляют данные, и ты понимаешь, что, может быть, зря прописывают. Ну, вот аспирин – это эпопея, это эпоха. И много было и за, и потом стали появляться мысли против. Но я вам должен сказать, что все-таки аспирин, он занимает достойное место и сегодня в терапии. Но вот в чем сложность? Сложность в индивидуализации дозировки. Одному надо 75, другому надо 100, другому надо 125, а третьему 150. А вы скажете, а как это узнать? Вот сегодня я могу ответить по капилляроскопии. Потому что аспирин – он антиагрегант. И сейчас ведь не зря провозглашен лозунг персонализации здравоохранения и медицины. Да, мы об этом много говорим. И вот нужно просто не только его провозгласить, а нужно, чтобы под этот термин были образно вложены положены конкретные методики персонализации. В каждом случае, причем в каждой области. Вот я вам привел один конкретный пример. Аспирин и методика. Аспирин и методика. Давление, методика есть, артериальное давление. Лучше капилляроскопия, но артериальное давление. Итак, например, повышение, мы это называем гиперхолестериномия, но для нас очень важны липиды низкой плотности. У нас есть индивидуализация. Мы смотрим, мы знаем норматив, мы знаем даже норматив при той или иной сердечной патологии. Мы определяем этот показатель, а он прогностически наиболее важный. И мы реализуем вот этот лозунг персонализации или индивидуализации. Это очень важно, потому что если раньше мы просто знали, выявляли патологию, брали действительно работающую группу препаратов, а вот дозы, честно говоря, многие годы назад мы на глазок назначали. Сейчас у нас есть конкретные, как мы говорим, контроллеры. Но не по всем видам заболеваний. Не по всем. Вопрос риторический и последний. Как Вы считаете, можно предсказать вектор смены парадигм, вектор качественных изменений в системах взглядов? Или это всегда случайные, непредвиденные какие-то вещи, которые вдруг выруливают в каком-то определенном направлении? Наверное, и да, и нет. Во-первых, все-таки всегда исследователь или организатор здравоохранения, исследователь открывает то или иное явление, организатор внедряет ту или иную методику. Они должны все-таки ставить перед собой какую-то задачу. Ведь у исследователей, у них обязательно должен быть полет фантазии. Он порой не знает, чем это. Но организатор может не заметить этого полета. Ну, не скажите, вот в этом и мудрость организатора. Вот в этом и мудрость. Я Вам сейчас приведу пример. Вот профессор Ясницкий в Томске. Если бы не мудрость ректора Медведева Ирины Васильевны, она ему создала кафедру математики. Вы мне скажите, где это медицинское вузе? В медицинском институте, да. Да, есть кафедра математики. А она поняла перспективу. Это когда еще об искусственном интеллекте говорили, как... Ну, это сейчас, в последний год. То есть, периодически они говорят, затупают с высокой трибуны. Это будет сказано нам, в первую очередь, в области военной техники. Да, да, да. И вот когда это прозвучало уже как идея на уровне правительства, ну, все говорят, да, это очень интересно. А раньше это чуть ли не мракобесией называли. А вот у нас все-таки есть люди, которые понимают и поддерживают такие новые направления. Конечно, может быть, не все такие, но все-таки такие люди есть. Я все-таки остаюсь оптимистом, что не все те люди, которые сядут за столами, отписываются от тех или иных предложений, лишь бы отписаться красиво и юридически грамотно. Ну, не все такие люди, не все. Я думаю все-таки, что те достижения реальные в науке, я еще раз подчеркиваю, в организации, они должны обязательно быть рука об руку. Ну, только один маленький пример. Появились компьютерные томографы. Мы приезжаем в Испанию. Тогда еще компьютерных томографов у нас в стране было несколько штук, включая ту область, в которой я раньше работал. Приезжаем в Испанию. Нам с гордостью показывают центр компьютерной томографии. Там стоит четыре компьютерных томографа. Четыре. Это было в Барселоне. И нас специально повели туда поздно ночью. Мы поужинали, немножко так пообщались, даже гульнули чуть-чуть. И мы веселенькие, такие добродушные. Вдруг нам говорят, вот перед тем, как мы вас повезем в гостиницу, мы там были на конгрессе, мы вам хотим показать наш компьютерный центр. Мы говорим, как? Время? Один часов. Какой компьютерный центр? Ну, говорит, поедем, посмотрим. Центр компьютерной томографии. Мы приехали, там полно народу. Компьютерные томографы работали круглые сутки. А вот если взять нашу страну, да, купили компьютерный томограф, то где-то специалист не такой квалификации, а где-то стоит нерасчекленный еще. Что вы? К сожалению, такие случаи были. Вот в чем сила организаторов здравоохранения. Уж если мы взялись внедрять новый метод, ты сделай так, что я вообще сейчас считаю, что компьютерные томографы, магнетно-резонансные томографы должны работать круглосуточно. Мне скажут, они износят свой ресурс. Да. Ну, износят, купим новый. Они себя оправдают. И у нас есть учреждения, я не хочу заниматься рекламой, у нас есть учреждения, я в одном из них консультирую. Вы можете сделать компьютерную томографию, ультразвуковое исследование и магнетно-резонансную томографию круглосуточно. Это не фантазия. Круглосуточно. В чем интерес? В Барселоне нам это показали, мы спрашиваем, а почему вот ночью так много народу? Да дешевле. От 30 до 50 процентов. Но польза есть, прибор работает. Да, он изнашивается современно, но потом поставят более современный. И они действительно, ведь это же область прогрессирует очень сильно. Говорят, а вот как же так? Он будет работать круглосуточно, а потом у нас не будет расходных материалов. Опять это зависит от организатора здравоохранения. Сделает так, чтобы расходные материалы и ремонт этого аппарата. Все ломается. Был своевременный и качественный. Это опять организатор, это не врач должен этим заниматься. И вот поэтому, вот я еще раз подчеркну, чем больше я накопил за годы своей работы опыта, тем больше я уверовал в смычку высокого специалиста и грамотного организатора здравоохранения. Может быть, грамотный организатор здравоохранения, слабый специалист, толку не будет. Сильный специалист, его не понимает, организатор здравоохранения, толку не будет. И только когда они рука об руку идут, грамотно понимают и реально решают все поставленные задачи, поверьте, вот в этом и есть и будет дальше развитие нашего здравоохранения. Большое спасибо, Анатолий Иванович. Пожалуйста.